Детство – это песни, смех и радость. Вернуться в него хотя бы на время в День защиты детей были не прочь и взрослые. На площади перед районным Домом культуры все дружно участвовали в конкурсах, розыгрышах и лакомились сладостями. Главный гость праздника – Григорий Гладков, чье имя вошло в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество детских песен. Он и вовсе признался, что в нем живет большой ребенок. Очень хочется, чтобы детство уходило из жизни, потому что детство – это ощущение счастья каждую секунду, каждый миг. И у взрослых это все постепенно исчезает. И День защиты детей – это прежде всего, наверное, День защиты ребенка в себе, чтобы не стать скучным, властным. Чтобы не стать скучным, можно помогать другим. Такое решение приняли активисты местного отделения молодой гвардии «Единой России». И в рамках праздника провели благотворительную акцию «Полет добра и детства». Гостям предложили пожертвовать средства на лечение больного ребенка. В этот раз помочь решили героине программы Андрея Малахова, историю которой на днях узнала вся страна. Мы увидели девочку Олесю Шарапову, которая сейчас находится в тяжелом состоянии, в станице Упорной. И мать ее живет в Адлерском районе и, к сожалению, остается безучастной в решении ее проблемы. И мы хотим нести свой какой-то посильный вклад в становление, в выздоровление этой девочки. Мы молимся за нее. Волонтеры молодой гвардии «Единороссов» в течение всего мероприятия собирали средства, чтобы переправить их на расчетный счет отца Олеси в Москву. Если вот сейчас мы соберем нужную сумму, хотя бы кто-то хоть что-то пожертвует, то, конечно, хоть какой-то шанс девочке спасти жизнь. Многие люди жертвуют. Каждый, кто имеет своего ребенка, конечно, хочет помочь и бедной девочке. Чтобы девочка выздоровела. Такое желание загадали юные участники праздника, дотронувшись до волшебного самолета. Чтобы оно сбылось, его отпустили в небо. Раз, два, три! Самолетик добром и счастьем! Дня полетит! Исполняй наше желание! Ура! Такие праздники уже стали доброй традицией. Под патронатом местного отделения молодогвардейцев сегодня находятся 30 адлерских семей. Шефскую работу они выполняют в течение года, а в День защиты детей собираются, чтобы вместе отметить праздник. Так в этот раз весело было не только на площади, но и внутри Дома культуры. В фойе расположилась выставка детских работ, а в зрительном зале прошел концерт. На нем, конечно же, выступил и Григорий Гладков, который для этого даже перепел куплет одной из своих известных детских песен. Если видишь на картине нарисована река, или ель и белый тени, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется адлер. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».